Здравствуйте! Я Лариса Бузеева. Жалей душа за знобушка молодецкого плеча. Мария. 74 года. В 16 лет была вынуждена выйти замуж без любви. Ушла от мужа, когда поняла, что он лентяй и пьяница. Мария работала мотальщицей на фабрике по производству льна, поваром на шахте и косметологом в парикмахерской. Сейчас на пенсии. Поет в народных ансамблях, играет в падминтон и шахматы. Гордится своим непревзойденным пловом и бриллиантовым кольцом, которое досталось от бабушки. В мужчинах Мария категорически не терпит лень. Выйдет замуж за стройного, спортивного и хозяйственного мужчину, молодого телом и душой. Правда, спасибо большое. Пробовали, как я готовлю. Так угощайте! Ну, что ж за невест застыл прямо. О! Давай, только не руками. О, давай, мы сейчас вилочки, вилочки. А вилочки? Отлично, давай вилочки. Очень хорошо. А это и есть ваш фирменный плов, да? Девчонки, держите руку. Спасибо. Как сыр в масле Виктор будет кататься. Это точно. Это точно. И все тут своими руками сделано. Мария, я думала, почему вы так хорошо выглядите? Потому что в косметологии всю жизнь. Нет. Знаете, какие-то особые секреты? Есть секреты у меня. Я пользуюсь кремами своими, которые я их изготавливаю. Мед, яйцо, желточек и... Ну, могла бы, между прочим, по баночке нам приезти, тоже нам не по шишнаковой. Ну, конечно. Лучше бы кремик его принесла, правда? Слушайте, и что, и не подтяжек, и, ну, честно, никаких операций. Вы ровесница моей мамы. Потрясающе. Мам, вот посмотри, от все жалуешься, все тебе не так. Посмотри, красотка. Потрясающе. То есть деньги не будут тратить на косметику? Мам. А в 16 лет вы шли замуж, мне даже трудно вообразить себе, какой вы были. Наверное, мужики и парни молодой головы сворачивали вслед. Нет, никто не сворачивал. Я очень была скромная, такая забитая девочка, которой нельзя было мне одеваться, потому что ни во что было в то время. Мария, ну, 50-е годы. Ну, все, в общем-то, были, 50-е, 60-е, были в равном положении, ну, за исключением, там, ну, каких-то единиц. Ну, в общем-то, одевались в одно и то же. А не было вот такого таланта перешить себе что-то, вот чтобы... Или не было желания, в общем-то, выделяться? У меня к этому способности не было. А когда вот появилась вот эта страсть быть на виду, заводилой, развлекать всех, петь, танцевать? Уже с возрастом? Нет, я еще в детстве была, мне папа водил на концерты, тоже пела, маленькая была, мне заставлял стихи читала, там, вот такое. А потом, что с возрастом мне это нравилось, все, и я вот это... Вот смотрите, а если в семье было все хорошо, и с папочкой были такие отношения, а что за напасть, 16 лет замуж-то, Маш? Ну, родители, мне так пришлось уехать в Донбасс, там, деньги тогда хорошие платили, мы с подружкой договорились уехать за большими деньгами. И школу ведь не закончила, да, в 16 лет? Да, да. Ну, когда я хотела... А брали, в таком возрасте можно было завербоваться? Да, да. Да что вы говорите? И вот приехали... И совершеннолетник? Да. Приехали туда, и, значит, вот мы в общежитии жили, а потом, как бы сказать, общежития было мальчиков много, девочек, она общежития. Со мной были девочки все, уже старше меня намного были. Слушайте, а у родителей сердце не лопнуло? Ну, может быть, и лопнуло. Или время было другое доверие, или как-то, наверное, все-таки было меньше цинизма, и не так страшно было за своих детей. Потому что были, наверное, какие-то руководители, воспитатели, но я не знаю, как это называлось тогда. Ну, мама, он сама говорила, говорит, с вашей грамотой хлеб не есть. Да, мама у меня очень бедная была, она воспитывалась у других людей, она неграмотная, даже не умела расписываться. И когда мы ее научили, она только крестик ставила. Вот. И я хотела, конечно, учиться или врачом быть, или там артисткой, допустим. Она мне сказала, мне с вашей грамотой хлеба есть не буду. Судя по ней, у нее не очень высокое образование. Ну, и там закрутился роман? Ну, роман там закрутился, просто романа как таково не было. Потому что, понимаете, просто от страха вышла замуж. Бывает такое. Потому что у нас каждый вечер там вот эти гулянки, все такое. А ребята из армии ехали, из тюрьмы ехали. В общем, пять общежитий, девочка, одно, девочка одно. Ну, в общем, захотелось быть с каким-то защитником. А мне от страха хотелось уйти куда-то с этого общежития. И вот я встретилась с своим мужем и не дружила, и не любила, и вышла замуж. Маша, вот мне извините, конечно. Вот вы рассказываете, у вашего свата Владимира прямо глаза горят. А вы-то как записались среди девчонок. Не было у вас отношений, нет, с Машей? Ну, отношения такие были у нас. Романтические. Романтические, да. Но, понимаете, не то, что мне нужно. Не, ну, если с своим бывшим бейфрендом пришла, значит, есть какая-то связь, общение. Такой хороший человек, он играет. Вот мы сейчас просто друзья с ним. Мы, значит, он играет, я везде пою, помогает мне. Ну, поняла, поняла. Ну, вы, наверное, еще бы. Творческая дружба. Да, творческая дружба, понятно. Мария, ну, в общем, мужичок ваш оказался, муж, негодным. Никуда не годился. И гулять. Да. Ну, деток от него родили. Двои детей родили. Даже до сих пор не знает, какие его дети, где они, чего. А он жив? Даже ничего. Я отказалась от алиментов. В одно время он прислал мне 4 рубля. И, конечно... Вами у меня в штанах детей много. Да, да. Сказал, у меня в штанах детей много будет. И я сразу вот на конец порвала с ним, сказала все. И вот разошлась. Ну, дети уже, Виктор, сейчас не помеха, я так понимаю. И они уже наверняка взрослые сами живут. Вы знаете, что меня радует, Мария? Вот на вашем месте, когда сидят мужчины, дедушки вашего возраста, постарше, все хотят до 32-х, детородного возраста, красотку, молодую и так далее. Очень обидно нам, женщинам, потому что они даже 40-летних не разглядывают никак. Ну, для них это уже старые. Вот такая дискриминация. И то, что вы сегодня пришли за молодым мужчиной, так меня это радует. Наконец-то пусть они поймут, что, в общем-то, в дедушках даже бабушки не особо нуждаются. Ну, что же, мы тоже женщины в возрасте тоже любим, а молодых. Конечно, конечно. Мария, теперь осталось определиться, для чего нужен муж, и будем уже вот советоваться и знакомиться. Во-первых, чтобы я его любила, чтобы он мне нравился, был хозяй. А что, прям в нашем возрасте вот прям так любовь, что ли, да? Можно, да. А я думаю, спокойно. Или того, что я не любила, или того, что я еще не любила. Да ладно. Вот у меня, честно говорю. Прям хотите любить. Или того, что я по-настоящему не любила. Хочется, чтобы... Ну, сначала детей, потом внуков, наверное, да, растили. Да, да. Поэтому хочется любви. А вот в вашем представлении любовь. Потому что в 20 лет мне хотелось красавцев, в 25 мне хотелось гений в талантливых, знаете, заброшенных, забытых всеми. В 30 другого, ну, и, понимаете, как-то, ну, эволюционировало понятие любовь. Вот сегодня мне нужна забота, понимание, друг. И я вообще должна быть легче, чем без него, без моего мужа. Нет, смотри, какой мужчина. И вам? Нет. Нужно знать, для чего он вам нужен. Каких радостей от него ждете? Нет, чтобы радости были от него. Вот какие радости. Чтобы он помогал мне. Послушайте, в 20 лет телесные радости, потому что, когда тебе гормон голову разбивает, ты будешь не обращать внимания на его лысину, на его плохой характер, на все. А в 40 ты уже соображаешь, что, в общем-то, человек, он не очень. Я с вами согласна. Вы в 74 года каких радостей для себя хотите? Я хочу радость, чтобы человек был приятный мне, чтобы он меня жалел, чтобы помогал мне. Во всем, понимаете? Во всем это в чем? Во всем смысле. Ну, во всем. Даже по дому помогал. А значит, к себе пустите, да? Чтобы, ну, как бы сказать, что я делаю, чтобы он мне хоть словесно помогал, понимаете? Не то, что вот я делаю, как будто я вот... Ну, то есть не приживал, который придет к вам, чтобы свою старость повесить на вас, а не на детей. Значит, у нее своя квартира должна быть. Вы так гости ходить будете друг другу? Такого не надо мне. Ну, к вам придет-то? Не знаю. А вы москвичка? Я не москвичка, а я эльберчанка. А в Люберцах это же практически. Ну, у вас есть своя квартира, детки живут отдельно. Ну, так мы и к вам тогда, чтобы далеко ходить не надо. Если приличный, то почему нет, правильно? А его можно выздавать. Если так, то вообще можно. Она не предлагает свою там любовь и заботу, она вот требует, выставила требования своих мужчиней. Она посмотрит одного, другого и третьего, ну и сделает выбор. В любом случае, мужчина будет с прошлым. В любом случае, если он порядочный мужчина, значит, он вдовец, дети, внуки. Будете обговаривать количество времени, проведенного с его детьми, внуками, правнуками? Нет, я уже устала от этого. Вот я, например, на вашем месте бы сказала, нет, у твоих внуков есть мамы и папы. Пожалуйста, я хочу жить сегодня для себя. Поэтому никаких внуков в крайнем случае через воскресенье на часок. Либо вы скажете, да, всю жизнь мечтала, большая семья на 300 человек, и пусть внуки живут у нас. Как? Тогда это я из вас сейчас вытаскиваю. Только обоюдно с ним все вопросы. Дети уже... Послушайте, для вас принципиально должно быть важно количество времени его, потраченное на своих внуков, правнуков, детей, отпуск, выходные. Нет, такого мне не надо. Какого такого не надо? Чтобы он на внука тратил времени. Вот, так вы тогда говорите. Мне не надо, чтобы он на внуками занимался, а я опять же осталась подкурить. Пока вы ревнивится. А сколько времени ему будет позволено без скандала? Ну, без скандала, можно ходить там, ну, навещать, и я могу ходить. Раз в недельку? Да. Ну, чтобы, допустим, дети у вас знивали и ночевали, и вам сбагривали внуков, это нет? Нет. Маша, а вот еще гогош ведь надо, да? По поводу того-то физиологии-то. Или как? Или уже... Физиология можно и просто, знаете, без физиологии даже можно жить и любить. Нет, что значит не можно? Вам-то надо или не надо? Мы сейчас можем и без физиологии с физиологией найти. Ну, а кому не надо? Да, 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 надо физиологию. Физиология нужна. Конечно. Еще значит, что гого. Ну, нормалек. Ну, я думаю, Виктор уже обнять-то крепко сможет. Так, чтобы все в порядке было. Она зрела любого гораздо лучше, нежели там вот эта скоростелая молодость. Да, 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 да. Девочки, вы и давайте уже женихов встречать. Ну, раз Мария еще старость не собирается коротать, с кем доживать, да, ого-го. Ну, вы-то знаете, у вас были романтичные отношения. Нет, нет, я к нам сказала. Он, может, поэтому не подошел, Ларис, что не гого. Не подошел, да. Так что, единственное, что лет на 15-20 моложе. Прямо, чтобы еще конь был. Размечталась. А что, у нас в программе такая? Даже если сегодня в нашей программе вы чуть-чуть подразочаруетесь, и не все мужчины сразу дадут повод в них влюбиться, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, не падайте духом, потому что через полгода невозможное может стать возможным. Одним словом, я считаю, что у вас есть все шансы замуж выйти. Но мужчина вам нужен крепкий, чтобы выдерживать вашу активность. Такой, если будет вяленький, я боюсь, что вы его затюкаете со своим земным темпераментом. И он должен быть, ну, скажем, достаточно нестандартным мыслящим и не обремененным действительно с семьей. Но он должен быть обременен историями прошлого. Если у мужчины была интересная история, даже если он где-то там заплутал или что-то было нехорошее в жизни, обязательно берите. Я считаю, что вам с таким человеком будет интересно и правильно. А я хочу просто эту программу сегодняшнюю посвятить всем нашим мамам, которые отдали себя всю нам, которые нам служат, нам, нашим детям, то есть своим внукам. Мамочка моя дорогая, вот я знаю, что ты смотришь все мои программы. Посмотри на Марию, посмотри, я тебе сколько раз говорила. Посвяти себе время, полюби себя. Ну, не обязательно замуж, но посмотри сколько, посмотрите все, сколько в человеке жизнелюбия, сколько желания любить, отдавать любовь. Я вам искренне завидую, у меня столько энергии нет, Мария. Поэтому я буду сегодня вестись за вами. У вас глаз горит, вы удивительны. И дай вам Бог здоровья, и дай вам Бог прожить, потому что, глядя на вас, не страшно ни стареть, ни умирать. И я думаю, многие сегодня сидят у телевизора и думают, господи боже мой, мне 60, а я уже там расклеилась. Вот, посмотрите, годится мне в мамы, сколько энергии. Так что, дорогая моя, позвольте себе полюбить того, кто нравится. И не смотрите, вот как Розга, ни на квартиры, ни на деньги, все у вас и так уже хорошо. Вот любите. Очень важно, чтобы на себе не ставить крест. А то думают, вот я уже дедушка, все там крест. Надо жить, пока есть, возможно, живем, да, вот помнем, тогда уже крест поставят. А пока мы живем, надо и любить, и творить, и помогать, и вообще. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Мария. Встречайте первого жениха. Добрый день, Мария. Здравствуйте. Я очень рад вас увидеть. И хочу, чтобы вы прямо с этой студии была моей женой. Ух ты! Проходите, поговорим. Спасибо. Смело заявление, смело. С кем вы? Я, это моя девушка, моего сына. Ага. Нет, моего сына и девушка. Очень приятнешно. Александра. Давайте на вас посмотрим. Юрий, 71 год. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Работает охранником в автотранспортном предприятии. Предупреждает, что всегда идет на компромисс, но не любит, когда этим злоупотребляют. Ведет здоровый образ жизни и категорически не приемлет курящих женщин. Мечтает встретить добрую и активную любительницу природы. Бывшая жена Юрия пыталась отравить его ядом для тараканов, но ради детей он прожил с ней 21 год. Надеется, что Мария умеет прощать обиды. Слушайте, ну это ужас какой-то. Жена отравила ядом для тараканов. Какой кошмар. И даже кошмар не в этом, а в том, что вы простили. Простил и жил 20 лет. После этого? Да. А почему? Чтобы... Ну, родителей. Ну, сыновей надо постоять на ноги. Юй, а как узнали, что она обостровила? А узнали, я пришел с ресторана, она мне налила коньячку. Ну, Юра говорит, пей, пей. Ну, и все, говорит. Выпил все. И у меня через 10 секунд, через 5 секунд пошла эта пена изо рта. Но она вызвала скорую или... Нет, нет, нет. Юра ничего-ничего. Мол, давай на тебе чайку, чай выпей, все. Я говорю, Нина, какой чай? Я говорю, еле чуть живой. Юрич, когда вас стали расспрашивать в больнице, что да как, вы сказали, что выпили коньяк, да? Да. Ну, да уже экспертиза. Да, и отрава чеберится. Скажите, а экспертизу провели? Да, конечно, конечно. Ей грозило 2 года тюрьмы. Но я думаю, как, зачем ее так пожалел? Потому что больше-то сыновей пожалел. Вот. И встали жить. А за что она обманул-то? Скажите, вот это что должно было между вами произойти? Ну, немножко гулял, девушек любил. Гулёна? Вот что ты довел. Немножко гулёна, девушек любил. Ага, немножко. Немножко погулял. Может, и правда. Вот смотрите. Я уже был не такой, как... Ну, понятно. Представляете, как до какого отчаяния должна была дойти женщина с двумя сыновьями, чтобы пойти на такое? Она же тоже осознавала, что может сесть. Вот мне кажется, это такой человек, который не пойдет на компромисс как раз, он будет стучать по столу кулаком и говорит, хочу вот так и будет так. Охранник. Охранник. Вы, я думаю, все-таки не из-за сыновей остались, а из-за того, что пожалели. Из-за сыновей. И прожила ей 20 лет, а потом уехала. У вас же были отношения с ней эти 20 лет? В смысле, спали? Ну, естественно. А как? Как с врагом народа только. Он прямо ее со всей... Со всей... Страстью. Не страстью, со всей злостью на нее. Я там мстил каждую ночь. Точно, как врага народа. Мысли-то были другие же. Естественно. А ну-ка встань, ты враг. Ну-ка иди сюда, за волосы ее. Вражьей шкуры. Не было? Хотя здорово, естественно. Но такого, чтобы пальчиками... А продолжал гулять-то после этого? Нет, а после этого-то продолжал гулять. Боялся уже, наверное. Подействовала. Я чувствую, подействовала. Боялся, боялся. И вот сейчас... Слушай, хорошая. Женщина, я вас умоляю. Боялся. Вы сейчас смотрите телевизор. Не надо. Вы знаете, как есть реклама. Говорит, не пробуйте, не пытайтесь повторить. Потому что Юра профессионал, понимаете? Он выжил. Но вы не пытайтесь вот так же мужиков своих... Отвадите от гуляния по ресторану? И в данный момент все-таки меня оттянет. Все равно хочу жениться. На зло врагам выжил. Да. Развелись, потому что детей вырастили? Да, да. Или молодух встретили? Ну, молодуху попозже, когда в Питер уехал жить. Жить, работать. Во сколько вы уехали в Питер? Так, ну, уже годики были, где-то 40 с гаком. Сходил в мраморный дворец на танцы. Была раньше танцы, а не дискотека. Для тех, кого за 30. Я даже знаю, где это было. А знаете, откуда знаю? Рассказываю быструю историю. Недалеко наше общежитие было, театрального института. И наши пацаны, ну, знаете, и наши пацаны ходили в этот клуб, кому за 30. Потому что там, говорят, иногда были бабки лет 35-32. Бабусики, говорят, попадались. Да такие веселуки. И при деньгах. И наши, значит, товарищи, наши студенты, там у них столовались. Иногда даже нам перепадало. Приносили что-нибудь вкусненькое. Говорят, моя передработа. И напекла, там, пирог. Так что мы еще и кормились от этих бабусек 30-летних. Я знаю, это было далеко с нами. И вот вы там затусили с одной, с питерской молодухой. Я ходил на танцы, на другой день это в ЗАГС и на работу на Балтинский завод к раммейстерам. А прописала она? Конечно. А как же? Конечно. Хорошо. А что с молодухой не сложилось в Питере? С молодухой? Ну, она была на 8 лет старше. А, молодая была не молода. Да. Моражная такая была. Глазки-то у нее маленькие. Маленькие. А чушки-то у нее большие, правда? Вот именно. А рассмотрел, что она так нехороша собой, через сколько? Мне очки, а была чуть ли не лупа такая. Ну, я начал счастняться. Юр, а когда рассмотрел-то, что молодуха-то нехороша собой? Рассмотрел через неделю. Когда прописка была уже. Вот смотрите, Мария, у нас Юра, с какими требованиями. А вы всегда будете с причесочкой вот так хорошо выглядеть? Всегда. Или только сегодня постарались? Хорошо, тогда я вас, Юра, подозреваю, что вы корыстно женились, чтобы прописаться. Ну, не могли же вы, ей-богу, не рассмотреть, что у нее вместо очков линзы? А ей-то как повезло. Посмотри, мужчина-то какой. Она-то за меня бегом. Полюни? Да. Прямо с третьего этажа. А вы-то скрипя зубами, но зато прописка. Ему было одиноко в Питере. Ну, один раз было, но один раз. Хорошо. Сейчас что у вас есть? Где вы живете? Я живу у дворюродной сестры. Где? В Московский район, в Питере. Нет, это не конкурент. Хоть он и спортсмен. Вот тогда скажите, у вас нет своей квартиры. Так. Я так понимаю, что охранника вам в автотранспортном предприятии тоже не слишком доходно, да? 71 год. Вот за что вас должна полюбить женщина, чтобы выйти за вас замуж или обратить на вас внимание? Что у вас особенно? От пальчика не пью, не курю. Уже памятник сегодня надо ставить. Не надо, не надо. Еще время пожить, тогда уже. Ого-го? Это чинно. Ого-го, да? Ого-го, да. Бультер. Это все, все, все. Заодно это уже. Это все, да. Ну, и тогда я верю. У вас есть какие-то вопросы друг к другу? Ниже пояса у меня все прекрасно, зачинно. Все. Очень. Когда вопросов нет ни у кого, Юрий осталось посмотреть на сюрприз. Я мастер спорта по танке, по тяжелотечике. Ух ты. Сейчас я вам покажу, как работать с снарядом. Это был жим, рывок, полчок. Начинаем. Садимся в низкий сет. Два пальчика отступаем от грифа. Два пальчика сюда. Присядаем. Тянем ножками. Обалдеть. Потом спинкой. Рывок. Обалдеть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Послушайте, я сюда, а можно я проверю? А то вдруг, как в цирке у вас здесь пух, а мы здесь все вам обладаем. А вдруг здесь это пухово? Нет. Осторожно, осторожно, вы что? Осторожно, 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 осторожно. Тихо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот так же и по поводу ого-го боюсь, Мань. А как натурально-то? Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты смотри, вот как мы его растя... Вот они, мужчины. Я купилась. Купилась ты. А я вот не купилась. Вы умная, а я хитрая. Поэтому проходите в свою комнату. Спасибо большое. Мне даже дарка стала. АПЛОДИСМЕНТЫ Растерялся, ёлки-палки. Давай пять. Круто. Ой, ёлки-палки. А ты смотри, как натурально-то все. Ну не будет он на руках носить ее. Не сможет. Нет, не будет. Не сможет. А надо вообще? Инна Владимировна, ну-ка рассказывайте впечатления о Юрии. Ну, в общем-то, не очень, если честно. А вам? И у меня тоже не очень. А что насторожило? Очень много такого... Ну, какая-то вот его бурная молодость и жизнь такая. Ну, я считаю, что мужчина сам должен как бы что-то в жизни создавать. Мария? Я согласна. Вот почему басня про попрыгунь и стрекозу, которая пропела, да, «Лето красное», а почему про попрыгуна и стрекоза нет? Вот типичный пример. Ну, вот серьезно, да? Совершенно верно. Вот тоже масса вопросов. Ну, не верю я. Ну, даже если ты развелся с женой достаточно давно, но к 70 годам уже, как бы, мне кажется, правильно что-то иметь. Потом вдруг в 45 лет сорваться, поехать в Питер. Потом этот брак сомнительный с молодухой, которая была не молодухой, страшненькая. Ой, ну всё, обижают нас, обижают, кошмар. А я считаю, что нормально. Да в 71, а вам в 74, знаете, они всё-таки умирают, как говорится. А без мужчин жить невозможно. Поэтому что это так пробрасываться? А мне лучше иногда одной, тем более в таком возрасте. Да ладно, одной. Знаешь, дети не всегда успеют, а тут всё-таки живая душа рядом. Ну, ничего, ну, сил уже не те. Ну, в конце концов... Может, лучше почитать 74, чем уже... Ой, знаешь, ну, не всегда почитать успокаивает. Родное как-то тёплое хочется рядом. Поэтому вы уж знаете как, ну, про запас-то тоже. А то тут вот это... Мне казалось, такой самовлюблённый, Василис, нет. А потом моя мама говорит, например, что люди с возрастом становятся только хуже. Лучшие люди с возрастом не становятся. Но я должна сказать, что он не самый уживчивый с женщинами человек. И, конечно, как у большей части мужчин рыб первая часть жизни проходит как в тумане, не помнит ничего, я думаю, что рассказывал. И сейчас про свои собственные эмоции и мотивы своих действий ничего не может сказать. Но это тот человек, с которым нужно его не утомлять. Лучше всего жить в соседней квартирке, по зову являться. А в тот момент, когда он от вас устанет, лучше быстренько скрыться с глаз долой. Потому что быстро устает от женщин, быстро влюбляется, интересуется, готов к отношениям, казалось бы, но ненадолго. Меня, конечно, смутила вот эта ее вот прицеленность на недвижимость и все остальное. Как-то и не любви она ищет. В эфире «Давай пожениться» у нас в студии «Мария». Встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Маша. Здравствуйте. Я увидел вас и, ну, просто восхищен вами. Я много видел кинофильмов, я много листал журналов всяких. А такую красавицу, как вы, что-то припомнить не могу. Спасибо, проходите. На первую встречу переоптечисление такое, в Клованскую одежду одеваться. Боже мой, боже мой, что это за такое у вас в руках? Шик и блеск. Это... Шик, блеск, тру-ля-ля. Я так растерялся, что главное забыл подарок сделать Маше. Господи, ну теперь пройдите и сделайте. Маша. Кипон такой, да. Это вот я сделал своими руками, вот это обшил своими руками, а это купил в магазине, но есть тут... А кепку саденем? Но эту кепку сейчас одеть, наверное, на такую прическу нельзя. Ну, что, попробуем. Нет, просто притчу-то сейчас используйте. А что, нормально? Нормально. Нормально. Кепочка. Спасибо. Ой, сними, сними, сними. Виктор, с кем вы? У меня вот сват Геннадий Петрович. И? И Влад, это у меня друг. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор. 67 лет. Боинист-виртуоз. Гордится тем, что из обычной одежды секонд-хенд может создать костюмы, достойные высокой моды. Признается, что в его доме царит творческий беспорядок. Предупреждает, что никогда не свяжет свою жизнь с глупой и властной женщиной. Виктор тайно женился на бывшей жене и долго скрывал факт рождения совместного ребенка. Но со временем понял, что разбитую чашу не склеить. Надеется, что с Марией ему захочется кричать о своем счастье во весь голос. А вам пистолет зачем? Вы нас тут убивать всех решили, если что? Ну, при чем здесь это? Ну, это ножи... Есть ответ у меня и на этот вопрос. И мальчиш плачешь. Да, и палк стреляет. Да, ну, перестань. Ну, сегодня я явился сюда в образе такого Дона Педро из кинофильма «Человек-амфибия». А пистолет это для поддержки. Дело в том, что я много в жизни потерял из-за того, что ростом мал. А пистолет это для поддержки. Зато у вас для поддержки вон какой, Геннадий Петрович. Да. Какими судьбами? И с мандаринками. Геннадий Петрович, не нам ли это? Да, обязательно вам мандаринки сейчас прямо, да? Чтобы подпластить вас. Наконец-то не оладьи вредные, да? Мандаринки. Познакомились мы с Виктором очень просто. Пришел на передачу. Я вижу такой талантливый, молодой мужчина. Вот, ну, какой-то одинокий. И сразу опаньки. Да, решил поучаствовать в его судьбе. Думаю, а надо же найти ему достойную невесту. И думаю, надо обратиться профессионалом. Вот к вам я обратился. Ой, Геннадий, да я знаю, Ларис, была я у него. Представляешь, там тоже молодуха была. Ой, как он ее обнимал. Так она все же, конечно, все же не вот забыла. Он не только обнимал. Ты знаешь, по Останкину, какие слухи ходит. Да что ты. Конечно, иногда даже детский плач уже из каких-то гримерок. А что же он поднимается к возрастной? Чтобы себе побольше досталось. Возрастной он как раз созрел. Это очень важно для серьезных отношений. Для возрастной он созрел, мы поняли. Вот, и очень оригинальный. Геннадий Петрович, человек праздник. А можно вам вопрос, а не вредит ли секс в таком возрасте? Нет? Я думаю, что только омолаживает. Омолаживает? Ну, тогда больше вопросов задавать глупых не будем. Правильно. Перевели стрелки на Малаха, на Геннадий. Да, сейчас они, конечно, будут на него. А какая реакция вот по отношению к вам со стороны соседей, я не знаю, прохожих? Я такие фотографии, это сколько вольности и в шортиках, и взгляд такой наглый. А в чемодане там у такого странного человека поди, знаешь что. А у него пятка шума, поди со все время, каждый чемодан к разным этим. А можно очки уже теперь снять? Конечно, конечно. Вот теперь хочется, потому что глаза-то зеркало душе. Красавец. Ой, какая красавица. Оказывается. Вхожу в штопор, вхожу в штопор. Смотри, как он выглядит. И даже без очков, смотри, как он намного старше выглядит. На улицах в целом реакции положительные. И даже очень положительные, поскольку теперь жизнь демократическая пошла. У людей. Да. Иду по улице, мне говорят, о, мужчина праздник. Или, о, Витька модник. Это мне тоже нравится. Они говорят, да на нем пахать надо. Нет? 67 лет. Нет, это она не говорит. У меня одна невеста тоже вот познакомилась с таким праздником, только в другом аспекте. Представляешь, говорит, Русс, а он, говорит, йог. Он пришел, говорит, зима. Он, ну, сначала думала, ну, в кафе встретилась, думаю, шубу оставил в гардеробе. А он нет, он прям так в маке, в рубашке, так и пошел. Главное, чтобы, понимаете, чтобы она была не старше, потому что будет в последний путь ее вот так провожать в таком наряде, что будет? Прости, Господи. И превратят они это в такое мрачное событие, в грустное. Во что? Ну, вы посмотрите на невесту. Разве можно сказать, что она имеет старость или даже возраст какой-то? Это 20-летняя девушка. Да вы смотрите прекрасно, вы прямо в пальцах смотрите прекрасно. А у вас со здоровьем, я имею в виду, зрение хорошее ли? Ну, слава богу, насчет зрения... Да нет, в этом возрасте лучше плохо видеть, Русс, честно. Там смотреть не оно что-то. Скажите, а как получилось, что вы женились дважды на одной женщине? И даже тайно, и даже тайно ребенка родили? Ну, тут у меня в этом вопросе как раз судьба очень популярная, очень распространенная, как и у всех. Родился, учился, трудился, потом влюбился и женился. Любовь кончилась, развелись. А зачем второй раз с ней стал шишлицем? А зачем? А вы же прекрасно помните такую песню с такими словами. И он уехал, я его забыла. Прошли года, потом я поняла, что это счастье настоящим было. И вернулся. Да. Но перед людьми было неудобно, поэтому встречался тайно, и да встречался, что там ребеночек родился. Да. Ну и что мешало уже с ребенком вместе так долго жить? Ваши выкрутасы вот в виде? И они тоже. Она говорила, Витька, уже возьмись за ум, ну тебе столько лет, ребенок уже, ну соседи вон говорят, ну как-то стыдно, да? А вы, говорит, ничего ты не понимаешь. Да, да. Село-то село. А вы нашу невестошку куда повезете? К себе вон в Киров? Или к нам влюбиться? Это ведь деталь. Здравствуйте, деталь. Чтобы у нас чувства возникли. Возникнут, возникнут, куда вы денетесь? Остались и туда, и к себе. А у вас там-то чего есть? Там слава, слава Витьке Мудника, понимаешь? Ну, знаете, вот насчет чего есть. Квартира есть? Разрешите, разрешите с вами познакомиться. У меня картошка есть и корова доится. Ух, какая прелесть. Шапка уже есть. Останавливайся за малым. Платье заменять, и все будет в порядке. И нарбат. Так, хочу посмотреть на сюрприз. Сюрприз, будет сюрприз. Маша, позвольте представить мне свой, так сказать, творческий талант. Это ж надо было уговорить взрослых мужчин вот так вот выйти в таком виде. Музыка. 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 Браво! Музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка. 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 Спасибо вам огромное. Просто, ну, я давно такую радость не испытывала. Это правда творчество. Виктор, забирайте своих сватов, ваши реквизиты, проходите в свою комнату Мы о вас будем сейчас говорить Ну что, ребята, оказали незлодимые впечатления Я думаю, все, браво, больше никому не крикнуть Спасибо, спасибо И все благодаря поддержке Молодец Но вот другое дело, пригодны ли такие мужчины к браку? Как вы думаете? Ведь он говорит, что так на него прохожие реагируют с улыбкой Но, наверное, жена подустала, нет? Ну, еще что-то не сказал, как насчет жилищного вопроса у него Все это как-то с Кользом прошло так Это очень важно, Мария Васильевна А у вас есть жилплощадь? У меня есть лично Понимаете, вот с таких людей, как Виктор, спрос другой Спрос другой, но они совершенно не предназначены А у другого будет там 4 квартиры У него же душа, посмотрите, какая творческая О, Маша тает Растаяла, Растаяла Виктор однозначно растаял Она сама любит бусики, украшения Вот гляжу я и гляжу на этих мужчин И понимаю, что вот когда сватаются, ухаживают Все они прямо звенят, как апрель Как только замуж выйдешь Декабрь-декабрь И причем 12 месяцев в году Мария Виктор Это штучный мужчина И для штучного мужчины подойдет штучная женщина Которая оценит, полюбит, которая вместе с ним будет зажигать Виктор провокатор, конечно Это не только любовь к красивым нарядам, но это страсть к эпатажу Он хочет привлекать внимание и хочет привлекать его вот такими традиционными Конечно, про красивые наряды Нет, но он хочет яркости Нет, но он такой мистер-фрик Понятно, он может возглавить сегодня движение Вот задумаемся, почему это так А может быть у Гогена спросить, надо Гогена позвать У Гогена тоже, Скорпиония Венера, между прочим Так что это, конечно, гороскопическая предрасположенность Только до определенного возраста он играл в сложные игры отношенческие То прятался с женой от кого-то, тайное ребенка родили, возвращался, уходил Потом уже с определенным возрастом, видимо, стало это сложно И эпатаж достигается уже другими средствами и методами Но найдется большое количество женщин, которые мужчины подажных любят Ему нужна та, которая будет его немножко мучить Уж скажу так откровенно Та, к которой он будет стремиться, но которая сразу не сдастся Будет такой королевой, может быть, немножко надменной И вот с такой женщиной он способен обрести счастье Она будет его музой, он верным поклонником Единственная проблема, Виктор, если невесту к себе везти Куда сидеть, если там у нас все в костюмах? Да, да, да Вот это вот беда, надо будет, наверное, либо жилплощадь расширять, либо к невесте ехать Придется думать над этими вопросами Встречайте третьего жениха Мария, это вам Вы так же прекрасны, как этот букет Спасибо Здравствуйте, Вячеслав, с кем вы? Муж моей жены, как его назвать? Муж вашей жены, это вы сами А муж вашей дочери, это взять Извините Давайте на вас посмотрим Вячеслав, 68 лет Пенсионер, механизатор по образованию Гордится собственным автомобилем и званием лучший машинист-экскаватор Мечтает получить права Собирает технические гаджеты и периодически бросает курить Вячеслав закрывал глаза на постоянные измены жены до тех пор, пока она не забеременела другого мужчины Надеется, что Мария станет ему верной спутницей жизни Это хорошо еще хоть, что вы узнали, что жена от другого забеременела А говорят, что 60% мужчин воспитывают не своих детей По крови-то Так что хорошо, что сразу рассекретили А как допустили-то такое, чтобы вот Не прикажешь, как говорится, человеку Если он отдельно Я, например, в командировке ездил Меня дома не было А вам доносить стали, что ли, кто-то? Видно и так Не насторожилось, что когда вы с ней познакомились, она вам отдалась прямо в первый день? Нет, не насторожилось Обрадовало наоборот Вот вы сначала женитесь на легко доступных женщинах, а потом удивляетесь Что она не только доступна вам Ну, в командировке на первом году жизни нежелательно ездить Поэтому так и получается Ну вот так вам и надо Сидит, глазки прямо Какие есть Прямо обидно, знаете? Подожди, за кого тебе обидно? Потому что мимо хороших проходит А вот эти Даже не хочу первый канал все-таки называть их Хорошие лица, но заметные Так и не сложилось у него Не сложилось? Так через сколько не сложилось? Так Машка пришел, может, она это был ждать? А взял же ее и с детьми, да? Сын был, да, да Ведь вас же не смутило то, что она гуляла, там вам изменяла Вы же из-за другого развелись, и не сразу, да? Много причин было Всевозможные Ну вот какая основная? Взаимопонимание пропало и все А то, что она другого родила, ну как бы это... Это уже после было Хорошо А вот вторая, вторая была уже приличная Женщина Мы про вторую говорили А-а-а, так вот это наказание вам за первую А первая у меня дочь Это взять Женат на моей дочери А первая это была хорошая? Конечно хорошая А что же от хорошей ушли к плохой? Потому что у вас только одно на уме Все течет все меняется Да-да-да, рассказывайте Вот, наверное, та самая ночь А, кстати, у вас сейчас... Это, я думаю, вам наказание, что от первой от хорошей ушли Ну не совсем наказание-то Сейчас-то что-то еще осталось? Почти ничего Ого-го Да нет, я про ого-го А ого-го осталось 68 лет, мальчишка Да он вообще на нее смотреть не может Он весь там сконфузился А ты как хорошо вышел, браво, спинка прямая Все хорошо вообще Вот как вы считаете, надо Вячеславу жениться или не стоит уже? Я думаю, надо Он еще в полном расцвете сил Способен на многое, как удивить женщину А что у вас за газетка какая-то там меня смущает? Что это, да? А эта газетка касается именно его подвигов, достижений в жизни Это газета 79-го года Да что вы Да Это знаменитый экскаваторщик, естественно Ух ты Дайте грян газетку Вячеслав, вы смотрите, вас не смущает 6 лет разница? Это Мария не виднее, смущает ее Нет, а вам-то Нет, ей-то хочется молодого Подождите, так вы и в космос летали? Тут написано «Космодром Пайтану» Нет, 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 нет Первые шаги на по земле Нет, нет, это не космос Там про... До космоса я еще не дошел Да, космодром Байкану Рожденный ползать летать не может Да нет, не там, не там Ты лучше диплом смотришь Что ты газет смотришь? Вон диплом надо смотреть Ой, как классно Чего там? Обожаю старые фотографии Диплом первой степени Какой молодец Какой красивый был Да А сейчас ничего не изменилось почти Ну знаете 33 года Свои подвиги нужно подтверждать каждый день Это было когда? Был, да Быльем поросло Что сегодня вы можете такого, чтобы Мария из всех мужчин, претендентов выбрала именно вас? Чем будете удивлять в браке? За женщину нужно ухаживать Вот у Маши большие требования к будущему Марии опыта больше, она мне подскажет, если я что-нибудь ошибусь То есть с юмором все хорошо, это уже хороший знак А вы там Какое? Не ревнивый? У нас, ну смотрите, какой Тоже баянист Я не ревнивый Баянист-то мы уберем Кто-то вы Хорошо А куда привезти? Есть или сами пойдете на площадь к Марии жить? Наверное, видать, им так надоело уже Нет Баянист-то Что надо быстренько пристраивать его А вы вместе живете? Нет Нет, мы все по отдельности У вас есть квартира? Да Где? В Москве? В Южном Бутове, я на юге живу Вы баянист, не переживайте Вы на наш сайт двое.тв Мы вам Да, мы подскажем, я позабочусь Подберем Сколько у вас детей? Это я к тому, что вы мне нравитесь, я уже прямо вас рассматриваю У меня две внучки, оба девочки Сколько им лет? Одной 19, другой 15 А, ну то есть уже не надо столько времени Сколько правнуков будете нянчить? Так я не понял, чем он удивлять-то собирается Да ничего Сюрпризы-то Он такой хихи-ха-ха и все, все удивления Ничего нет А как относитесь к покурите и к рюмочке? К рюмочке по праздникам, курить пока курю, но бросаю Но вот сюрприз показать придется Ну, можно станцевать АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо вам огромное, Вячеслав и Николай. Проходите в свою комнату, скоро узнаете, кого Мария выбрала. Ну как, мне кажется, ты победил. Ну, друзья мои, Владимир Иванович, не знаю, как вы, но мне кажется, что Вячеслав, это вот прям на сладкое оставили его третьим женихом, то, что нужно Марии. Красавец, стройный, двигается как, ироничный, без вредных привычек, но классный. Ну, видно же, нет? Нет? Или вы балованная какая-то? Смотри-ка, еще нет, что-то кабинется. По-моему, Мария равнодушна, она так долго жила без мужа, что мне кажется, уже она никак не может привыкнуть к мысли, что кто-то войдет в ее жизнь. Правильно. Тогда зачем все это мы сидим здесь, стараемся? Прекрасно. Ну что вы, давайте так, а мы вам развеем ваше вот эти что-то, нет. Вот что смутило? Ну, говорите честно, мы же здесь в открытую. Ну, вот смутило все здесь. Дети, внуки. Подождите. Здрасте. А вы хотите такого возраста, чтобы без детей и без внуков? Сирота. Что одинокого? Чтобы не внуков, не детей. Тогда 20-летнего надо брать. Это какой же он должен жизнь прожить, чтобы в этом возрасте быть одиноким, без детей и без внуков? Это какой же он должен быть сволочью? Ну, бывают такие же без внуков. А что, одной 19, а другой 15? А если не будет внуков, а будут только дети, того, глядите, внуки появятся, наоборот, с маленькими, на няньчьи дети. А здесь же внуки взрослые, вот-вот правнуки появятся. Потом он не похож на няньку-то сиделку. Квартира есть. Она чувствует, что Вячеслав с каким-то большим запросом, чем она может потянуть. И мне кажется, что вы сделали шаг назад, струсили. Просто боюсь. Вот. Владимир и Инна, я считаю, вы не зря пришли. Очень трудно женщинам такого возраста найти себе мужа. И сегодня наши редакторы постарались. Три абсолютно разных, очень ярких мужчины. И одного нужно выбрать достойного. Кого рекомендуете? Я думаю, у третьего жениха больше всего шансов. Она сюда зайдет. Ну, куда он денется? Конечно, зайдет. Мария, я понимаю ваши страхи и сомнения. Но если вы уже отважились прийти к нам на программу, если вы уже отважились сказать, да, я не ставлю на себе крест, я не ставлю на себе точку, жизнь продолжается, я хочу любить, быть любимой, то не бойтесь пойти к Вячеславу. Ну, моложе он вас чуток. И что с этого? Не бойтесь. Ну, мне кажется, он прямо вот пара. Роза? Знаете, как надо жить? Думаю. Чтоб тебя и сволочи помнили в этой жизни. Поэтому ничего самой не приплывает. Только одна субстанция на бутву Г. Жем за жемчугом нырять придется. Жемчуг сам приплыл. Вячеслав, брать надо. И не это. Берем. Понравился мне, безусловно, среди всех больше Вячеслав, но я считаю, что на него найдется желающих слишком много. Вы можете не пережить этого. Не в физическом смысле слова, а психологический, психологический рост. Поэтому я считаю, что второй жених, яркий, красивый, эффектный стрелец Виктор, это ваша судьба. Витя, если невеста к нам заходит, вы ходите? Конечно. Однозначно? Однозначно. Слушайте свое сердце, мы вам только посоветовали, а вы знаете, куда пойдете. Поэтому проходите, мы в любом случае вас поддержим. Мы не знаем, выйдет Мария одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. Дорогая моя, ну! Ой, Мария, вы меня, конечно, извините. Извините меня, но я чувствую, что у нас навряд ли что получится. Вы же меня извините. Что же теперь? Ну что, жизнь есть жизнь. Жизнь есть жизнь. Вы прекрасная жизнь. Вы прекрасно выглядите. Прекрасно выглядите, да, очень прекрасно. Я тоже так думаю. Да, у вас все впереди. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Спасибо.